Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении. С вами Анастасия Квардицкая. Сегодня выпуски. О наболевшем и не только. Тематический прием по здравоохранению, сферам ЖКХ и юридическим вопросам. Высоцкий – это вам не частушки петь. Ивантеевская певица среди лучших в России. Плоха та мисс, которая не мечтает стать мисс Ивантеевкой. Городской конкурс на финишной прямой. Самый масштабный из профессиональных конкурсов. Педагоги соревнуются в мастерстве. Об этом и многом другом прямо сейчас. Открытая власть. В рамках проекта «Единой России. Здоровое будущее» глава Ивантеевки Елена Ковалева и руководители городских медицинских учреждений и других служб провели прием населения. Более ста жителей нашего города пришли в КДЦ, чтобы лично пообщаться и задать свои вопросы. Прием, разбитый на несколько тематических зон, проходит в Ивантеевке впервые. Он проводится в рамках партийного проекта «Единой России. Здоровое будущее». К главе города Елене Ковалевой записано около 40 человек. Вопросы самые разные. От проблем в сфере ЖКХ до консультаций по личным вопросам. «Значит, у вас просьба, двор ваш включить в благоустройство?» «Да как-нибудь пройдите». «Пройду. Давайте. А вы дома наплываете?» «Дома». «Давайте, я пройду, выйду, а вы мне покажете. В случае, я не буду». Прием глава проводит совместно с прокурором города Сергеем Кошелевым. При необходимости к обсуждению подключаются и заместители Елены Ковалевой. Так, жители района Детской волнуют, будет ли сделан перерасчет за недопоставку горячей воды и отопления в октябре. Напомним, в начале прошлого месяца здесь произошла крупная коммунальная авария, из-за чего более 40 домов были отключены от системы горячего водоснабжения. «И вот просьба решить вот с начислениями с этим. Там открыли системы теплоснабжения. В дом заходит одна труба, и в доме она разделяется на центральное отопление и горячее водоснабжение. Сделать невозможно. Необходимо установить ТП, только после этого можно разделить учет холодной воды, вернее горячей воды и центрального отопления». В лидерах вопросы, связанные с благоустройством и ЖКХ. Ивантеевцы просят помощи у главы. Обустроить двор, поставить шлагбаум, навести порядок на прилегающей к дому территории. «Приятно, что появились такие вопросы, что вот вы сделали в соседнем дворе площадку, а мы хотим такую же. И это совершенно обоснованно. Много вопросов, касающихся комплексного благоустройства дворовых территорий. Опять-таки, где-то сделали. Люди совершенно правильно говорят, что мы хотим так же. Мы не хотим видеть эти ракушки, мы не хотим, чтобы у нас были заросли деревьев под домом и так далее. Есть вопросы, касаемые воды и тепла. Мы знаем, что недавно у нас на Детской была череда таких ситуаций предаваренных, потому что в том году система дала сбой, система была изношена. Она изношена, к сожалению, сейчас. Поэтому приходилось нам проводить экстренные работы. Трижды мы сливали воду. И это, конечно, разумеется, повлекло недовольство жителей, которые оказались на какой-то период времени без тепла и воды. Сейчас ситуация, к счастью, нормализована. СЭС проверял, забирал пробы воды. Сейчас вода соответствует. Вместе с тем, всем жителям надо знать ситуацию, при которой любой перерыв в поставке услуг означает возможность пересчета. Поэтому все эти вопросы, с которыми обратились жители, разумеется, они решены положительно. Все это будет пересчитано. Параллельно проходят консультации жителей с заместителями главы, а также с главврачом Центральной городской больницы и руководителями ее подразделений. На втором этаже Ивантеевца проходит медицинское экспресс-обследование. Здесь измеряют давление, сдают кровь, ЭКГ и записываются на диспансеризацию. Полезная вещь, надо же проверяться. Или при клинике сети, или пришел, проверил 10 минут. Мы прошли анализы, сдали кровь, ЭКГ, врач измерил давление, глазное давление. Мы пообщались с главврачом нашей больницы, по организации буфета, по ремонту санузлов. Сегодня за, скажем так, первичной медицинской помощью для измерения давления, для снятия электрокардиограммы, для забора экспресс-анализов, для антропометрических измерений, 46 человек обратилось. Этим людям были даны направления на анализы последующие, которые мы здесь, ввиду технических обстоятельств, не можем взять. То есть завтра с утра они придут натощак, чтобы сдать эти анализы. То есть все люди, со всеми людьми проведена беседа. Были две пациентки с повышенными цифрами артериального давления, для которых даже были вызваны бригады скорой медицинской помощи. Вот от госпитализации не отказались, то есть сами понимая, что они давно больны гипертонией, нужного лечения не принимали, и вот сейчас, соответственно, они вышли на правильный путь, для того, чтобы нормализовать свое давление. С этой целью мы призывали, призываем, мы будем призывать людей для профосмотров, для диспансеризации и для того, чтобы все следили за своим здоровьем в первую очередь сами. А мы им всячески в этом будем помогать. На приеме звучат важные заявления. В связи с обращениями и жалобами жителей на неудовлетворительную работу управляющих организаций, город принимает решение создать муниципальное предприятие. Мы надеемся, что это позволит взять над ситуацией контроль и позволит создать жителям ту самую альтернативу, при которой они могут выбрать либо частное общество с ограниченной ответственностью, либо муниципалитет. Есть много вопросов, как всегда, касающихся землепользования, касающихся жилья, в том числе и частно-правовые вопросы. Кто-то даже ко мне пришел просто получить консультацию как юриста, он ее, конечно, тоже получил. Такие приемы мы проводим регулярно. Вот такой специфический формат, как специализированный прием, попробовали первый раз, он пользуется очень большой популярностью, ну и, соответственно, будем, значит, делать еще. В общей сложности на тематический прием, продолжавшийся с 10 утра до позднего вечера, пришли около 120 человек. Один раз в квартал в нашем городе проходит форум «Управдом». Какие вопросы обсуждались в этот раз, рассказывает Людмила Ермакова. Первую премию получает комиссарова Татьяна Ивановна, дворник МГУ «Городское хозяйство». Благодарю вас на облачение форума «Управдом». Итоговое заседание форума в этом году начинается с приятного. Чествует лучших работников сферы ЖКХ Ивантеевки, а также жителей и организаций, принявших участие в городском конкурсе благоустройства. Всего было пять номинаций. Среди победителей – Эмма Фотина, облагородившая подъезд своего дома, Георгиевский храм, управляющая компанией Мартина, а также дворники муниципальных предприятий «Городское хозяйство» и комбинаты коммунального хозяйства и благоустройства. После заслуженных наград переходят к повестке. Первый вопрос связан с формированием начислений по общедомовым нуждам. Эти расчеты формируются, исходя из таких параметров, как норматив, общая площадь дома, площадь мест общего пользования, тариф и площадь квартиры. То есть норматив министерства, он разработан и принят по каждому дому, можно сказать, отдельно, в зависимости от этажности дома. Тариф утвержден администрацией города Ивантеевки. То есть мы норматив умножаем на места общего пользования, на тариф и на площадь квартиры. И все это делится на общую площадь дома. В связи с участившимися случаями взрывов газа в многоквартирных домах обсуждают необходимость регулярных проверок оборудования внутри домов и в квартирах. Особое внимание уделяет тому факту, что проводить мониторинг должны только специалисты лицензированных организаций. Я сам плиту, когда менял, сам подключал. На обыкновенной гибкой подводке у меня стоит. Я говорю, ни разу, ни один человек, я не то что не видел, возле дома не видел. Как подчеркивает заместитель главы администрации Дмитрий Ченихин, вопросы заключения договоров с обслуживающих газовое оборудование организациями, обязанность собственников. На форуме обсуждают порядок проведения комплексного благоустройства дворов. Первым этапом у нас будет с вами это общественное обсуждение непосредственно на территориях, то есть жителями, доведение схем благоустройства разработанных органами местного самоправления в соответствии с геоподосновами непосредственно на территориях, которые расположены при дворовых территориях. Однако пока одни территории приводят в порядок, другие наоборот. Старший дом по улице Учинской жалуется, что созданное за счет средств жильцов было уничтожено. Когда мы за свои деньги сделали площадку, потом дом строился, ее раскроночили, потом мы опять за свой счет, сами жители, сделали за свой счет площадку, потом приезжает качель, срезает, горку срезает, и где нашим детям играть, скажите мне, пожалуйста. Дмитрий Ченихин предполагает, что качели снесли, скорее всего, в связи с несоответствием их нормам безопасности. В любом случае, городские власти призывают ивантеевцев активно использовать возможности портала «Добродел» по включению своих дворов в план благоустройства. Чтобы все-таки гарантированно попасть вам в следующий год, я вам рекомендую в следующем году, когда правительство Московской области снова вывесит полный перечень дворовых территорий на портал, активно организовать голосование. На форуме обсуждают и ряд других вопросов, волнующих жителей. Следующий управдом планируется провести уже в следующем году. На этой неделе стартовал городской профессиональный конкурс «Педагог года». На этой неделе прошли два этапа конкурса – визитная карточка и методический семинар. На самом деле внутри конкурс «Педагог года» разбивается на несколько номинаций. Так что в Ивантеевке мы через пару недель узнаем, кто у нас воспитатель года, самый лучший классный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, специалист дошкольного образовательного учреждения. В отдельной номинации «Дебют» выделены конкурсные испытания для молодых специалистов, воспитателей и учителей. С каждым годом, об этом году особенно видно, принимает участие много молодежи. У нас последние годы в номинациях «Профи» участников меньше, чем в номинациях «Дебют». Максимум творчества во время первого испытания – визитная карточка. Наша жизнь – это дорога. Дорога, вынужденная кирпичиками дней и событий. А эмоции, которые мы испытываем, окрашиваются эти кирпичики в определенные цвета. А мой главный принцип, как космонавта дошкольного образования, это воспитатель действительно настоящий космонавт. «Только вперед! Трудиться, мечтать, учиться, дерзать планетам далеким и звездам цветать». «Активно участвовала во всех подвенниках и сценках, и даже Деду Морозу». Участники конкурса презентуют себя. Альмира Полякова – педагог доп. образования из детского сада «Сказка». Активная участница городских мероприятий. На июньском параде колясок ее семья была представлена в виде пиратской команды. «Я нашла свой путь в жизни. Это свою специальность. Работаю по специальности в многопедном детском саду. И очень этому рада. И поэтому участвую в конкурсе». «Я уже понял, что не все просто так. Надо будет очень сильно стараться. Ну, думаю, что... То есть я вижу, что собрались очень хорошие специалисты, и мне будет тяжело бороться с ними». Наибольшее количество конкурсантов выставили седьмая, а также вторая, пятая и восьмая школы. Всего участников более 30. Самая конкурентная номинация – дебют. «Молодежь меняется и становится сейчас, в общем-то, более развитой, интеллектуально развитой. Это видно и по учителям. Учителя более разносторонние. Учителя представляют собой интересных людей, с интересами, более широкими взглядами. И что самое интересное, что молодежь, которая приходит в школы, чаще всего – это выпускники наших же школ». Второй этап конкурсных испытаний – методический семинар. Участники презентуют теоретическую часть того, что увидят жюри позже, во время открытых занятий. «После дыхательных упражнений происходит улучшение концентрации внимания, у ребенка повышается, самоконтроль улучшается». «На слайде вы можете видеть виды хвестов. Это одна из самых популярных классификаций, по их виду – это линейные штурмовые и кольцевые». Молодые специалисты будут показывать урок со своими классами, опытные – с чужими. «В каждом из них есть все. Визитка. Надо более творчески себя преподать. Здесь нужно более научно рассказать о своих методах. То есть ты понимаешь, что ты делаешь, даже знаешь, как ты это делаешь. Но объяснить на основании какого научного факта, кто это впервые описал, это, конечно, сложно. В следующий раз будет у нас уже встреча с детьми. А там тоже слово – примут, не примут, как примут, как поведут ситуации. Сможешь ли ты, особенно на чужих детях, сможешь ли ты с ними найти быстро-быстро мгновенный контакт. То есть и в каждом есть что-то такое, что немножко пугает. Конечно, самым полнительным является урок. Конечно, представлять свои до себя для меня не составило это труда. А вот урок я, конечно, переживаю. Тем более, что я участвую в номинации «Профи» и впервые в этой номинации. И мне придется работать с детьми, которых я вижу впервые. И, конечно, немножко волнительно подготовиться к такому испытанию. Жюри – профессионалы и общественность. Председатель жюри Ольга Попенкова, директор методического центра, далеко не всегда отпускает конкурсанта во своясе. Участникам приходится потрудиться, отвечая на ее вопросы. Победители городского этапа конкурса будут защищать честь Ивантеевки на областном этапе профессионального конкурса. В уходящем году в Ивантеевке было проведено несколько викторин и экскурсий по истории города. Свою версию экскурсий по городу, опубликованную в преддверии Дня города в пульсе Ивантеевки под названием «Узелки на память. Прогулки по городу» предложила представитель одного из градообразующих родов Татьяна Михайловна Чевардаева. На днях увидела свет книжная версия этой прогулки. Тираж распространяется по подписке. Правда и красота – главная в человеческой жизни, считал Чехов. Это доказывают участницы городского конкурса красоты «Мисс Ивантеевка», который состоится в это воскресенье, 19 ноября, 18.00 в ДК «Юбилейном». Поболеть за красавиц и выбрать «Мисс» зрительских симпатий приглашаются все желающие. Когда встали все в одну линию, ты разворачиваешься и уходишь одна. Дефиле – один из главных этапов конкурса красоты. В финале девушкам предстоит продемонстрировать свою осанку и походку дважды. Сначала презентуя деловой стиль в одежде, а потом вечерний наряд. Марина участвует в конкурсе второй раз. Говорит, вернулась за творческой атмосферой и новыми знакомствами. Изменилось отношение, наверное, ушла какая-то боязнь сцены, боязнь новых людей. Потому что тогда первые репетиции они проходили с полным крахом. Все стеснялись, все боялись, а сейчас все совершенно по-другому. Ну и плюс возраст участниц. Тогда я была самая маленькая, сейчас я почти самая старшая. Десять конкурсанток и несколько этапов. Одни из которых готовятся заранее. Например, творческий номер, в котором девушки раскрывают свой потенциал. Другие, такие как Блицопрос, предполагают ответы на вопрос ведущего без времени на подготовку. Жюри будет оценивать как внешние данные девушек, так и артистизм и харизму. Зрители же могут проголосовать за мисс зрительских симпатий прямо во время конкурса. Визитная карточка для меня – это мой мир, как говорится, вчера, сегодня, завтра. И я буду показывать фотографии, все свои увлечения. Там будут видео. Я мастер спорта по конкуру, и поэтому будет много лошадей. Вести шоу на этот раз пригласили Степана Меньшикова, звезду реалити-шоу «Дом-2», который с недавнего времени живет в Авантеевке. Степан много путешествует и уверен, что в России самые красивые девушки в мире. Я спросил, в чем дело, почему моего любимого этапа конкурса купальных костюмов, этапа купальных костюмов не будет в конкурсе. Девчонки как-то так вот немножко застеснялись. Я не знаю, с чем это связано. Немалую помощь конкурсу оказали ответственные городские компании, такие как «Обмен.ру», «Мистер Фитна Пионерской», «Стоматология Денталь», «Городская ветеринарная клиника», «Ситилаб», «Азия Спа», «Такси Олимп» и «Вантеевские кабельные сети». Генеральным спонсором по традиции выступил интернет-провайдер «Ивстар». Главный приз конкурса – корону «Мисс Ивантеевке» и телефон-новинку известной яблочной марки получит лучшая конкурсантка, по мнению жюри. Также она получит возможность представлять наш город на всероссийском конкурсе «Мисс Российская краса-2017», который пройдет 12 декабря в Сочи. Певица из «Вантеевки» Юлия Малинова сначала научилась держать микрофон, а потом уже ложку, говорит ее мама Наталья. С этой талантливой девочкой, принимающей участие во всероссийском конкурсе «Синяя птица», познакомилась наша съемочная группа. «Под сосною, под землю, спать положите вы меня». Каждое утро начинается с распевки. И хоть голос, как говорит Юля, просыпается позже нее, вместе с Юлиным голосом просыпается весь дом. «Вы меня» Меня привлекает то, что можно показать широту души, и в народной песне нельзя соврать. То есть, в отличие от эстрадного, вокала или академического, ты можешь что-то приукрасить, чего-то добавить, а в народной песне ты поешь, как чувствуешь, можно даже сказать, ты поешь, как дышишь, и тем более, как говоришь. Даже вся система основана на том, чтобы петь, как говорить, ничего не придумывая. В музыкальной школе Юля занимается столько же, сколько в обычный восьмой год. Четыре раза в неделю ездит в Москву в народно-певческую школу Владимира Девятого. За пять лет своей концертной карьеры Юля выступала на международных конкурсах в Испании, Венгрии и Белоруссии, а также на дельфийских играх, международных состязаниях в области искусства. Юля также состоит в фонде Владимира Спивакова «Одаренные дети России и зарубежья». Школа не отходит на второй план, потому что конкурс аттестатов никто не отменял. И как бы средний балл, он тоже очень высоко ценится. Но там есть мои самые любимые предметы – это история и литература. Поэтому как-то, когда приходишь в школу и понимаешь, что в этот день там есть такие предметы, все вот это вот осталось, и сон по четыре часа в день – это вообще не замечается. В апреле этого года Юля с мамой переехала в Авансеевку, поближе к старшей сестре, и пошла учиться во вторую школу. В феврале они подали заявку на участие в третьем сезоне Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица». И пройдя кастинг в апреле, юная певица до августа не знала, выбрали ее из 10 тысяч поданных заявок или нет. Самое сложное – это было, наверное, оправдать надежды, которые на меня возложили. То есть спеть песню Владимира Высоцкого – это не просить мнения частушки и не любая народная песня. Это очень сложно. Во-первых, неповторимый оригинал. И есть еще Екатерина Гусева, которая тоже поет именно эту песню. И как бы нужно было не спародировать, нужно было сделать что-то свое и при этом не надругаться над самой песней, не сделать из нее пародию, тем более, или вообще там полный эстрадный манер. Мне благодаря аранжировке оставили мой народный плавный голос, и поэтому получилась, как по мне, очень хорошая работа, и я справилась. Мы вас встретим и бежих, и конных, утомленных, и целых любых, Лишь бы ни пустота похоронных, ни предчувствия их. Мы вас ждем, торопите коней, в добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть помутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорее, мы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют, и сохнут рябины. Несколько десятков грамот и призовых мест. После каждого выступления Юля с мамой пересматривают запись и вместе работают над ошибками. Думают, как можно сделать еще лучше, вспоминают слова педагогов. Юля планирует поступить в Российскую Академию Музыки имени Гнесиных, а потом, отучившись, открыть школу народного вокала. Мы не останавливаемся никогда на достигнутом, ни в коем случае не надеваем корону, как говорит Юля. Мама первая, кто ее сшибает. То есть, я всегда стараюсь смотреть очень реалистично, потому что тот путь, который она хочет выбрать в жизни, он нелегкий, он не такой радужный, голубой, розовый. Это очень тяжелый труд. Работать нужно много, всегда в конкурентной борьбе, всегда нужно развиваться, потому что, если только любой человек, артист, не артист, певец, в любой профессии, успокоился на своем достигнутом результате, то я считаю, что он начинает просто деградировать. Чтобы пройти финал конкурса, Юля должна победить в зрительском голосовании. Отдать свой голос можно на сайте Птица ТВ бесплатно или отправив смс с текстом 04 на номер 1075. Стоимость смс составляет 35 рублей. Деньги от голосования пойдут на благотворительность, как обещает ведущая проекта Дарья Златопольская. Голосование продлится до конца субботы. «Я встретил вас». Название бала идеально подходит к атмосфере балов начала XVIII века, которая традиционно появляется в пятой школе в середине осени. Отцы впервые выводят своих повзрослевших дочерей в свет. В 18-й раз пятая школа преображается в старинный зал и принимает гостей. Два месяца репетиций и вот результат. Полонез, вальс, полька и мазурка. Большинство школьников – абсолютные новички в танцах. Однако это незаметно благодаря талантливому руководству Людмилы Маякиной. С каждым годом танцы становятся все сложнее, а котельонов и соло все больше. Старшеклассники не только танцуют, но показывают живые картины и читают стихи. Вас охраняла тлань Господня и сердце матери. Вчера малютки-мальчики, сегодня офицера. Любимая, любимая, я готов одним этим словом испещрить страницу. Бал – как символ прощания со школой. Одиннадцатиклассницам выпадает честь станцевать на балу лишь раз в школьной жизни. 19 пар окунулись в прошлое и показали себя во всей красе в этом году. Партнер нашего выпуска – Ивантеевские кабельные сети – предлагают новые каналы в пакете «Виасад Премиум». Подробности по телефону 8 496 536 28 69. Чуть больше месяца остается до самого волшебного праздника в году. Ноги уже в предвкушении, тем более, что Новый год сулит и долгожданные каникулы. Это время принято проводить в кругу близких или дома. Чтобы разнообразить свой досуг, можно выбрать и, например, путешествие. Но выходить из дома при этом совсем не обязательно. Прогулки по диким уголкам природы, экстремальные вылазки, самые суровые места планеты, исторические хроники и художественные фильмы на любой вкус – от комедий до хорроров. Все это предоставляет вип-пакет «Виасад Премиум». Подключайте и наслаждайтесь. Подробности в офисе компании «Ивантеевские кабельные сети» и по телефону 536 28 69. Нравится новое тело? Если Акан завладеет моими исследованиями, он раздаст целую армию. Ловись! Хардкор в этом месяце на ТВ-1000 «Русское кино». Товарищи! Я повторяю! Продовольствие сегодня отпускаться не будет! Прекратить бардак! В очередь! В очередь! Знаете, щапаем рассыпухой. Дожидаемся жигана, как отрубят фонари, кувалды валят стукаря. По местам. У нас гости. Наводчик из шиферов или из экспедиторов. Работники складов. Выяснить, кто из них мог передать информацию бандитам о том, что склад будет закрыт. «Черные кошки» по две серии каждую субботу и воскресенье на ТВ-1000 «Русское кино». В завершении выпуска поздравляю с профессиональным праздником участковых сотрудников полиции. 17 ноября – День участкового уполномоченного. И на этом я, Анастасия Квардицкая, с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных!